Считали часы до встречи. Именно так можно сказать о тех, кто сегодня собрался в госсовете. Туда спустя 10 лет съехалась талантливая молодежь, которую Фарид Мухамедшин принимал в 2002-м. И вручил тогда участникам часы. Они стали определенным символом встречи. Венера Мухамедова о минутах радости и песнях в парламентском зале. Я не знаю, вы больше рады или я рад этому. Сколько лет, сколько зим. Если быть точным, они не виделись ровно десятилетия. Тогда, в 2002-м, компания договорилась встретиться в 2012-м. Оказаться в нужном месте в нужный час помог интернет. Я очень рад, что вы, кто-то увидев мой посыл в твиттере, нашлись, пришли ко мне ответы, приходили. Потом фотографии опубликовали. На фотографии друг друга узнали. Сказали, я тоже там был, я там была. Откликнулись и на другом континенте. На связь с госсоветом вышла Америка. Привет и по скайпу передал аспирант-химфак университета штата Юта Амир Хабибуллин. Как там жизнь? Как дела? Здесь все нормально, здесь все хорошо. Считали секунды, причем по часам, подаренным Фаридом Мухамедшином еще на прошлой встрече. За годы механизм ни разу не подвел. Прошло 10 лет, хотя бы раз эти часы останавливались? Нет. Они ждали этой встречи? Они и сами не остановились в развитии. Одаренные дети стали одаренными взрослыми, авторами исследований, руководителями издательств, директорами фирм. Кое-какие в дальнейшем поблажки и в той же школе были, и в институте благодаря этой встрече. Мне тогда сколько было? Лет 14. Я только что выиграла Европу. Мы все в спорте, то есть никаких мыслей кроме не было. Сейчас уже все это осознанно, совсем по-другому. Тогда просто сказал директор, что приглашаетесь, надо сходить. А сейчас это уже по собственному желанию, потому что интересно посмотреть, послушать. В здании, где вершат власть, сегодня властвовали воспоминания. Из участников соревнований выросли тренеры, из лауреатов творческих конкурсов хормистеры, а из победителей Олимпиад по химии ученые. 10 лет много это или мало, но про каждого из сегодняшних гостей госсовета можно с уверенностью сказать. Время они провели с пользой. Мы анализировали тех, кто был на фотографии, практически все состоявшиеся успешные молодые люди, готовые к жизни по большому счету. Предлагали проекты по развитию солнечной энергии, интересовались финансированием спортобъектов и даже пели песни. А главное, вновь сверили часы и условились встретиться. По традиции, спустя 10 лет. Венера Мухаммедова, Илья Шорин, Вести, Татарстан.